Друзья, всем привет! С вами канал 69хобби Меня зовут Артём И сегодня речь пойдёт об обрезке плодовых деревьев весной Поехали! Обрезка делается как весной, так и осенью Но предпочтитель делать её весной, чтобы не делать двойную работу Потому что после зимы у вас могут быть отмороженные ветки Погибнуть от холодов, от снега, поломанные ветром И в любом случае вам придётся делать и санитарную обрезку, и формирующую Поэтому проще её делать весной сразу, и то, и то У меня сад молодой Всё посажено в прошлом году Но посажено всё, что растёт в нашем регионе Даже северный абрикос Обрезать нужно всё Я покажу на примере сливы Первые пять лет обязательно нужна формирующая обрезка То есть каждый год саженец растёт И вы потихонечку формируете крону Пирамидальную, чашеобразную Как вам нравится, чтобы вы хотите, как выглядел ваш сад Так, собственно говоря, и делайте Если этого не делать, у вас просто вырастет палка Несколько от неё ответвлений И не будет ни урожая, ничего То есть вы выращиваете дерево всё-таки для того, чтобы получать урожай Палки, листья, это всё, так сказать, для красоты, конечно, красиво Но дерево не проветривается, дерево начинает болеть В результате просто погибает от грибковых заболеваний Десять лет будете выращивать, там, на пятом году первый урожай И потом дерево погибнет Для обрезки используется секатор Можно большой секатор, клешни такие, да И садовая ножовка Не пользуйтесь ножовкой по просто дереву Потому что она повреждает кору То есть есть специальные садовые ножовки Весь инструмент обязательно дезинфицируется Потому что операция сродни хирургической Вы наносите дереву повреждения Где-то спиливаете больную ветку И таким образом грибки начинают кочевать с одного дерева на другое И весь сад ваш будет заражён Достаточно одно дерево заразное обрезать таким инструментом Любое спиртовое соединение Всё, что, как говорится, горит и пьётся Помазали Протёрли И вперёд за работу Ну что ж Теперь приступим к самому главному К обрезке Значит, вот у нас трёхлетняя слива Была посажена в прошлом году То есть двухлетним саженцем У меня, честно говоря, появились сомнения, что она вообще двухлетняя была Потому что что-то там слишком сильно разрослась Будем делать формирующую обрезку Поехали Значит, первое Обрезка начинается снизу вверх Пошли Нижние и лишние убираем то, что не нужно Обрезка называется на кольцо То есть вы берёте Пенёчек не оставляете Обязательно И не заходите на ствол Вот как колечко идёт Вот здесь Вот по этому кольцу обрезается Всё Лишнюю ветку убрали Дальше Ветка, которая Растёт Внутрь ствола Вертикально Называется волчок Обычно Это жирующие побеги На них никогда не бывает плодов То есть они просто высасывают соки из дерева И всё Но мы же не выращиваем просто древесину и листья Дерево нам нужно для того, чтобы кушать вкусные ягоды И фрукты Поэтому удаляем Вот на кольцо Такое получилось Ну да, нормально Дальше Вот побег Он длинный Я хочу Перенаправить его рост Чтобы дерево стало более чешообразное Внутренняя почка Внешняя почка Чтобы вы понимали это выражение Обрезка на внутреннюю почку Обрезка на внешнюю почку Если вы хотите пирамидальную форму То, соответственно, режете на внутреннюю почку Над ней Вот так И дерево будет расти дальше вертикально Ветка Если вы хотите, чтобы было чешообразно И она росла наружу Соответственно, обрезайте на внешнюю почку Над почкой И делайте срез Всё То есть вот сюда пойдёт рост на внешнюю сторону Внутрь я бы не рекомендовал делать Потому что всё-таки дерево должно проветриваться Меньше будет болеть Чешообразная форма, она предпочтительна Больше солнечного света Потому что пирамидаль Всё-таки это не колоновидное дерево Веток здесь много Дальше Здесь получилось два ствола Поэтому будем их Возьмём их за основные И будем формировать Как два основных ствола Собственно говоря Так Значит, вот эту тоже На внешнюю почку Обрезаем Важный принцип Соподчинения То есть центральный проводник Должен быть один Вот у меня ствол пошёл Центральный проводник Но видите, отросли Ещё большие ветки Примерно такого же размера Вот берёте Центральный проводник Оставляете И укорачиваете ниже Его макушки Где-то сантиметров до сорока Разница должна быть Так же Делаем Допустим На внешнюю почку Обрезку Всё Вот здесь пойдёт основной рост А здесь пойдёт ответвление Остальное Чем больше веток Вы подрезаете Тем гуще у вас потом будет Само дерево Лишнее будете убирать То есть вы как скульптор В течение первых пяти лет Вот формируете 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 Потому что на этих ветках На боковых ответвлениях Как раз будут формироваться Плодушки И собственно говоря Потом Вкусные ягоды Вот следующую ветку Так, где она Вот отсюда Так же Примерно на таком уровне Вот на внешнюю почку Обрезаем Так, что ещё отсюда Убрать Вот тоже Переросла Значит мы её Тоже на внешнюю почку Обрезаем Вот это этот ствол Дальше берём Второй ствол Который тоже у нас будет Вот Центральный проводник Оставляем И лишнее Значит здесь вот Боковое ответвление Но она не мешает Можно Укоротить В принципе Если вам жалко ветку Вы можете её просто Перенаправить её рост В ту сторону Которую вы хотите Обрезайте на ту почку Которая смотрит Вправо Влево Там Наружу Внутрь Куда вам нужно И перенаправляете Не обязательно удалять Просто всю ветку Из-за того, что Она как-то неправильно растёт Вот Ну здесь то же самое Делаем ниже Допустим Вот тоже на внешнюю почку Чтобы рост пошёл В ту сторону Потом Ну загуститься Мы здесь уже будем В следующем году Формировать по-другому Здесь Это оставляем Центральным И Нижняя ветка Тоже на уровне Вот сюда В эту сторону В эту сторону Обрезаем Осталось у нас Вот Это на внешнюю сторону Вот вертикально растёт Тоже он не нужен В принципе Всё Дерево готово Обрезка производится Ранней весной До начала Сока движения Если Опоздать С этим Моментом То Дерево будет Долго Заживлять Эти раны Возможно И даже И погибнут Может Если сильную обрезку Сделать Поэтому Желательно Делать это Чем раньше Тем лучше Но и в морозы нельзя Минимальная температура До Минус Восьми Когда можно Сделать Эту обрезку Идеально Средняя Должна быть Ну Ноль Плюс Пять Среднедневная Температура В наших широтах Обычно Это середина Марта Конец Марта В этом году Международный Женский день А мы Мы занимаемся Обрезкой В это время Мы еще даже Удобрения По снегу Не сыпем А в этом году Все перевернулось С ног на голову Все работы Приходится делать Практически одновременно Все срезы Крупнее В диаметре Одного сантиметра Обязательно Обрабатываем Садовым варом Берете просто На палец Все это продается В тюбиках Как зубная паста Намазали И пальчиком Туда все это Втерли Но Делаете это Не сразу А Примерно Там Ну пока Сад обрезать Ну через час-два Дерево Немножко Подзатянет Раны И потом Только Можно будет Помазать То есть сразу После среза Не мажьте Все что Мельче Одного сантиметра Замазывать Не нужно Ну собственно Вот и все Таким образом Обрезаются Все плодовые деревья Вишни Сливы Черешня Абрикос Яблони То есть Ну все что Груша Все что растет В вашем саду Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Жмите колокольчик И комментируйте Потому что у каждого свой опыт И будет очень интересно узнать Как у вас Может быть что-то интересное почерпнуть Следующее видео будет о том Как омолодить старую яблоню У меня у соседа есть шикарная старая яблоня Запущенная в хлам Смотрите на следующей неделе Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok